доброе утро друзья я залезла на гору не залезу лезу приехал на машине мужа у нас машины как бы одинаковые но они на разных бензинах у меня на солярке наверное а у него на бензине машина на солярке идут более жестко и я ее чувствую намного лучше а это бежит прям как ласточка и надо к не привыкнуть поэтому наверх я не рискнула лезть придусь пешком заодно спортом позанимаюсь печали прогуляйте дела свои сделает смотрите на какой машине я приехал сегодня видите чарли это вот те хоть одно место оставили то хорошо сиди сейчас поедем теперь вы понимаете меня почему на этой машине на не моя это какой-то такой бедлам вообще ужас в общем дом у нас полный трэш коробки стоят почему две не пойму она правильно от мебели от никак не прилепим этот мир эту мебель это какой-то кошмар прилепить то прилепили вот смотрите раковину все сделали во первых я хотела чтобы она повыше была раковина потому что то было очень низко и что-то знаете нагибаться надо там сидела потом она ждет без ножек ее надо повесить а тут вот эта труба вот тут тут вот это вот там надо было все вырезать подрезать в общем такой кошмар и сейчас повесили подальше там труба не достает труба не достает что-то еще там непонятно чё почему уж поехал там за во первых машину отпусти моему мою что-то там какая-то фигня вот как как так удивительно сломалась одна деталь за следом другая потом третья в общем да три трындец какой-то январь такой месяцок конечно зашибись и вот за одном купит я не пойду гулять потому что вдруг надо будет его забирать там куда его то машина здесь стоит да и убраться надо маленечко немножечко поэтому гулять мы сегодня не пойдем вот сейчас новости смотрели у нас вроде бы знаете как мы прошли как это называется пик зараженных да на третьей волны ну это после выхода всяких там на бегу новых годов и все такое третья волна была самая я вот знаете чё смеялась я была подписана на одну астролог там знаете она вот там всякие эти гадания делала на картах 2 все такое и знаете я с подругом еще разговаривали где-то наверное до января она там сделала какой-то прогноз на декабрь мне и мне прям он так понравился этот прогноз там на декабрь близнецы будут там у них все за хорошо все замечательно свое любимое место тебе там хорошо чарли и она там у нее миллионы подписчиков все дела там у нее знаменитости к ней обращаются я думаю ну нифига себе класс и прям мне так понравился этот гороскоп я подписалась она там значит сказала что третья волна будет в марте она будет самая слабая там вообще считай никто даже не заметит что это будет волна вот это вот короны ну я такого как класс все блин мне понравилось а а выиграет выборы оба этот не обама это господи трамп все дела после того как трамп ни хрена не выиграл потом третья волна началась в январе то что она мне предсказывала на дик на январь в них иране не сошлось я говорю вообще третья волна не мало того что началась в январе так она еще похлеще чем первая и вторая они вместе взятые были я короче от нее отписалась еще раз понимаю что все эти предсказания гадания все это как говорится фигня на постном масле вот потому что потому что это вообще жесть а еще же сейчас у нас тут знаете с прививками идет там полемика одна какая-то компания короче все прививки продала богатым странам несмотря на то что контракт европа закрутила все дела а им что им выгоднее продать другим странам и заплатить штраф чем вот вы в европе ее продавать эта прививка но вроде бы какая-то еще одна прививка там уже прошла сегодня это и самое интересное знаете все вот кричат там вот мы не будем прививки делать таталя 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 в общем и сейчас вы у нас допустим выходит что всякие мэры вот эти вот правительственные шишки понаделали себе прививок а вот здесь все как бы следит за этим следят за этим и вот что-то 48 человек по моему всякие мэры вот эти вот политики наделали себе этих прививок а нельзя же у нас же по зонам сначала кто в этих домах престарелых делают прививки кто в домах престарелых и вот кто их обслуживает потом медперсонал вот и только в марте начнут прививать людей которые старше 80 лет ну а эти такие раз и деловые себе типа наделали прививок вот и и начинаются расследования почему они так сделали что это несправедливые знаете у нас что им будет какое-нибудь наказание их же прививки дело 2 надо делать то они первую сделали а вторую они им не будут делать нифига типа обойдетесь вот и все начали возмущаться типа ну вот вы только прививки ну это как на выброс да а в общем они говорят ничего не на выброс те как прививки которые они должны будут второй раз себе сделать мы просто сделаем тем людям которые действительно в это необходимые они каким-то там правителям и вот сейчас показывали по телевизору как в других странах сначала там политики ну которые знаменитые там люди сначала делают а обычный народ типа потом нет он в европе вот как я насколько знаю в испании что даже папа римский привелся а вот вот это вот немецкая меркалиль как она там ее она тоже не привита наш президент тоже не привит не из-за того что они там боятся или что-то а из-за того что и не их очередь как бы так все по очереди раз мест персонал значит медперсонал а президент как бы страны как он же не медперсонал и король у нас не привит никто в общем в общем вот так а насчет вот короны вообще у нас конечно жесть но наш регион андалусе вроде бы как полегче а также о чем у нас говорят в испании это о землетрясениях которые вообще не прекращаются вот и трясет и трясет и трясет причем знаете не так вот чуть-чуть а прям разрушаются здания вот в гранаде это час езды от нас здание разрушается там вообще короче страшного подруг с подругой разговаривали она тоже очень напугана была там одну ночь люди спят в машинах ночью потому что им страшно находиться дома представляете какой ужас вот так вам немного рассказала ситуацию стране пойду я дальше убираться потому что тут везде этот пенопласт потом мы еще это там надо пилить у меня знаете сейчас как дома пахнет вот когда выжигаешь по дереву вот так пахнет потому что надо нам надо вот было выпиливать в общем треш конечно ну ладно справимся по ходу сегодня у всех ремонтный день долбят как и мы что-то хотят сделать а я меняю постель в общем делами занимаясь домашними а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но ничего, зато красиво с той стороны И наблюдаю за соседями У них там что-то, видимо, случилось Потому что они открыли вот там, куда стекает все Это такая вонища пошла Жуть И вот что-то я их типа Подслушиваю Ой, блин, под шумок Типа цветы убираю, а сама там Уши грею Ну, обыграла немного цветы Сушняк И вот так вот Я их поливаю раз в год Растут, а что? Пока я тут все разбирала Мы тут собирали Знаете, на что я обратила внимание? Что у меня скатерть-то? Новогодняя все еще Пипец Ну, мы наконец-то собрали этот мебель Вернее, мебель-то мы вчера собрали Ну, вот это все пришпандорить В общем, кое-как предел Ну, не кое-как Все сделали Вот Теперь у нас так И вот это вот Прям как раз туда помещается В общем, классно Мне нравится Надо еще сейчас полы протереть Там я уже сегодня 15 раз протирала И еще, наверное, раз 15 протру Как же они пахнут Просто нереально Красота, красотевишная Вообще шикардос Отцветут еще куплю Я когда сезон вот их Как раз вот сейчас Всегда покупаю эти цветы Потому что запах нереально Сирени стоит Прям ландыши, сирени, что-то такое Вот Так что вот потихоньку убираю Разбираю Когда, знаете, собираешь мебель Всегда что-то такой бардак В общем, такие вот дела С одним делом управились На завтра хочу сварить рис Сделать поки У меня же там рыбка Так, начинается борьба с водой Рыбка Ясто, Чарли? Ну, токас Телесагуа Не знаю, что у нее за магия такая Есть рыбка красная Поэтому буду готовить Коки Побольше риса добавлю Рис варю в своем агрегате Очень удобно Вот так налила его Промыл В этом же Поставила И оно там все само варится Знаете, я так сегодня устала Что такое ощущение Что легче ходить гулять С Чарли спортом Как бы ходьба заниматься Чем вот этим вот мытьем И всем на свете И уборкой Сборкой, уборкой Так, вот так вот варим Ставим варить рис Он как бы Как на пару варится И очень здорово Так Температура 100 И все Будет у меня рис Чайку надо попить Только по-настоящему Не как в прошлый раз Заварила чай вчера И не выпила его Голова-то дырявая А потом уже ночью вспомнила Что, блин, у меня же чай Ну, где-то часов в 11 Но я стараюсь не пить воду Потому что я Ночью в туалет вообще не хожу И поэтому вся вода у меня уходит В глаза вот такая вот Стою пропухшая Никакая вообще Поэтому не пью ночью воду Вы знаете, не как с этим мебелью Как вот эти вот всякие там Шланги, мышланги Вот это очень как-то не подходит Я думала Собрала мебель Прилепила И все нормально А нет А еще у меня сегодня все падает Вот упала стевия Но она не просто упала Она закатилась под столы И туда В самый дальний угол Как так возможно Какая-то неделя, знаете Круговая вообще непонятная Так, что я хотела Чай Какой чай Валерьянки, наверное, заварю Раз уж пошло такое дело Так А что и правда заварю Что вы думаете, не заварю? Заварю У меня на завтра на вечер Столько клиентов Мама не догорюй Все звонят, звонят Кипец Завтра на работу После обеда Пойду к трем Представляете? Так Какой бы еще Додобавить себя К трем К трем Обычно к пяти езжу Ну ладно Это хорошо Мне как раз на мою ласточку Надо заработать Вот она что-то Это плохо себя ведет В последнее время Завтра опять поеду На машине мужа Потому что моя Опять поедет Как он называется В Тайерто Ну поняли Мы поняли Куда она поедет Ладно Переживем И не такое переживали Правильно? Главное здоровье А остальное все Заработает Это пошло в бумагу Ну все Чай заваривается Я потом еще добавлю Шиповник Черная смородина Имбирь И что у меня тут еще? Такая ягодка-то желтенькая Не помню Как она называется Ладно Всего вам самого лучшего Завтра Будет настоящий Другой день Намного лучше Чем сегодняшний И всем Пока-пока До завтра Видите Опять все Мандыкнулось Уже сегодня Нагнулось Раз 500 У меня это же Нагибаться Это знаете Как это Мое естественное состояние Тело сегодня Стоять Вот так Вот В таком положении А я еще знаете Что заметила Еще ничего Я еще гибкая Могу уши Ой Ноги Если не за уши Завести Но Близко к тому Могу Ммм 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 Ммм